Развитие ситуации в Сирии. По-прежнему мы обеспокоены развитием ситуации в этой стране, сохранением там очагов нестабильности вследствие преступной деятельности туристических организаций ИГИЛ, Джабхат Фат Аш-Ша, также известная как Джабхат Анусра, подобных им группировок. Мы, с сожалению, не отвечаем, что действия коалиции, которая возглавляет Соединенные Штаты Америки, так называемая анти-ИГИЛовская коалиция на сирийской территории, все больше является именно дестабилизирующим фактором и только осложняет и без того непростую военно-политическую и гуманитарную обстановку в Сирии. Свои операции эти силы по-прежнему осуществляют без официального одобрения правительству Сирии, тем самым грубо нарушая суверенитет этой страны и нормы международного права. Это к вопросу о соблюдении сторонами международного права. В последнее время в адрес России слышны слова критики по поводу действий наших ВКС в Сирии, при этом звучат обвинения в неких нарушениях международного гуманитарного права. Как и ранее, эти заявления носят абсолютно безосновательный, бездоказательный характер. При этом опровержение российской стороны, в частности, демонстрация нашими военными фото, видеоматериалов, аргументированное выявление фальши и ошибок в соответствующих заявлениях ангажированных средств массовой информации, остается без внимания. В этой связи мы хотели бы еще раз довести до наших оппонентов простую мысль о том, что российские военные находятся в Сирии не для истребления мирных жителей, а для борьбы с международными туристическими организациями. Обратила на себя внимание заявление представителя Бейрутского отделения Amnesty International о том, что Соединенные Штаты не учитывают возможных потерь среди мирного населения. Речь идет, естественно, о Сирии при нанесении авиаударов по ИГИЛ. Я хотела бы процитировать. Мы боимся, что руководимая США коалиция серьезно недооценивает тот вред, который она наносит гражданскому населению. Анализ достоверных данных свидетельствует, что коалиция не принимала адекватных мер предосторожности для того, чтобы минимизировать потери среди мирного населения и разрушение гражданских объектов. Я хотела бы напомнить в этой связи, что согласованным и согласно обнародованным упомянутой организации, только что привезенное, я привела ее название, так вот, согласно ее данным, с сентября 2014 года в результате 11 авианалетов коалиции в Сирии погибли не менее 300 гражданских лиц. Настало время для властей США в полном объеме признать ущерб, который удары коалиции наносят гражданскому населению, в частности, говорится в заявлении этой организации. Между тем, Россия в координации с сирийскими властями продолжает принимать меры с целью преодоления последствий острого гуманитарного кризиса в Сирии. Я хочу вам напомнить, что несколько дней тому назад в Алеппо была введена гуманитарная пауза с тем, чтобы снизить накал противостояний и дать возможность мирным жителям покинуть районы боевых действий. Тем не менее, террористы делали все, чтобы не допустить выхода мирных граждан и членов бандгрупп из восточного Алеппо. Кроме того, джихадисты, которые действуют в районе Алеппо, продолжают получать оружие и боеприпасы. Хотелось бы, чтобы, наконец, Аль-Жазир и Индепендент написали прямым текстом, точно так же, без ссылок на кого-то, просто написали, кто спонсирует джихадистов в восточном Алеппо, кто снабжает их боеприпасами и заново возвращает эти бандформирования к жизни. Отмечены случаи передачи боевикам противотанковых комплексов и переносных зенитных ракетных комплексов американского производства. Обеспокоены отсутствием со стороны команды-координатора Организации объединенных наций по гуманитарным вопросам в Сирии действенных мер по организации медицинской эвакуации из Алеппа раненых и больных. Из заявленных первоначально 200 человек, которые нуждались в экстренной медицинской помощи, к 21 октября в списке осталось только два боевика, которые также отказались от транспортировки. Я напомню, что буквально еще 10 дней назад международное сообщество требовало, буквально требовало, задействуя для этого все ресурсы, прекратить бомбардировки террористов в Алеппо под предлогом того, что необходимо дать возможность больным и раненым покинуть эту территорию. Тем временем в различных районах Сирии продолжают действовать организованные российскими военными пункты раздачи продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Ценим посильный вклад и других стран.